Меня зовут Анатолий Александрович, 1970-го года рождения. Я сторонник ДНР. Что такое ДНР? ДНР Народной Республики. Сторонником являюсь потому, что не понимаю, что происходит. Не понимаю киевской власти. С кем еще из Ваших единомышленников Вы знакомы и как познакомились? С Бережным Димой. Он начальник жил. С ним пересекался в 2010-м году, когда делали ремонт карты. Он более плотно уже начал общаться в 2014-м. После известных событий в городе Новозроскель. Каких событий? Жители блокировали городскую часть. Там собрался митинг. Не позволяли поменять военных. Ну, этих убрать, вы их привезти. И там я познакомился, Дима Бережным, я познакомился с товарищем Юрой. С тех пор мы с ними очень часто общались. На какую тему? На тему ДНР. Именно на политические темы. Какую позицию Юра придерживался? Юра и Дима придерживались, как и я, позицию ДНР. Дальше как Ваши отношения складывались? Чем Вы занимались? Ну, там еще несколько-несколько было таких типа митингов. Потом... Конкретнее каких митингов? Ну, митинг был на Ковском. Что такое митинг на Ковском? Ну, это пограничники, то же самое. Блокировали воинские части? Ну, да. Блокировали воинские части. Дальше. О деятельности Дмитрия и Юрия. У Дилы и Юрия была связь с кем-то из России. С кем именно, я не знаю. Как Вы это узнали? Ну, Владимир предложил отправить людей на тренировку в Российскую Федерацию. На тренировку чего? На тренировку... Короче, должны были тренироваться диверсионная группа. Насколько я знаю, там разбирали, собирали автоматы, стреляли, что-нибудь там... Ну, не знаю, что они там делали. Туда вот уехали... Где эта группа должна была впоследствии работать? На территории Украины. То есть Дима и Юра предложили Вам организовывать группы для подготовки в России, и чтобы они возвращались сюда, в Украину, и здесь ввели диверсионную деятельность? Да, совершенно верно. Продолжайте. Руслуг собирали, в основном Юра с Димой. Когда было мне предложено поехать, я отказался. Вместо меня поехал мой знакомый. Что значит вместо Вас? Ну, что я не захотел ехать. Поехал мой знакомый, Дима. Вы ему предложили или кто? Да, я предложил. Я предложил знакомому своему, чтобы он поехал. Знакомый знал, куда он едет? Да, знакомый знал, куда он едет и зачем. Как зовут знакомого? В данном поле зовут Дима. Фамилия? Фамилию не знаю. Колупай. Порис. Почему Вы именно ему предложили? Ну, я его просто знаю. Какой-то человек он быстро на подъем. Я тоже думал, что он был прибыльом. Он очень большой сторонник. Не, наверное. Потому, что предложил именно ему. За эту поездку деньги ему предлагали? Нет. То есть люди ехали на чистом энтузиазме? Да, на чистом энтузиазме. У Димы там какие-то соевичные средства были. Почему? Потому, что он когда-то приехал, там же парни ехали. Они таможню прошли пешком, поехали на одну машину. Как дальше Вы содействовали выезду этой группы? Когда они через три дня закончили дайдеровку. Когда перед выездом? Перед выездом мы отвезли, мы их отвезли на таможню и поехала одна машина. Вы знали, кого Вы везете, куда и для каких целей? Да. Да, знал. Вы их довезли до границы, да? Да, довезли до границы. Как они переходили границу? Пешком, группами два человека, два-три человека. Дальше? А с этими людьми дальше что? После пересечения трех суда... Поподробнее немножко о схеме переброски людей. Они переходят пешком границу, что дальше? Их там должны были встретить. Кто, я не знаю, но и должны были там встретить. Их встретили. Правда, пока вся рука не собралась, их не влазили. Я же потом узнал от него. Когда собралась группа... Хорошо, дальше. Их увезли куда-то под Таганрог. Там учили, что они там разбирали. Сказали, что разбирали. Разбирали автомат. А то, по истечении трех или четырех суток, это было 11-го числа, уже позвонили они. Они были на территории Российской Федерации. Мы уже связи брали, поэтому мы их поехали встречать. Кто вам сказал поехать их встречать? Самые парни, которые там были, позвонили. Они уже были на территории... Кто конкретно вам звонил? Мне звонил Дима. Дима Круга. Ну, они их выназили на российской товаре. Там уже берут военская связь. Мне позвонили, сказал приезжать, разговаривать. Они пришли границу. С кем вы поехали их встречать? Я и поехал... Дима Круга. Сколько вы встретили человек? Мы встретили 10 человек. Ну, там еще одна машина с ним... На одной же машине еще, ну, там, по-моему, десятка была. А вернее, там, некоторые члены Рубки еще ехали на машине. Потому... Дальше куда вы их отвезли? Вы следили за порядком на избирательных участках во время референдума? Да, совершенно верно. Вместе с кем? С Димой Береждах. Какую-то еще деятельность предпринимали в связи с проведением референдума? Именно для проведения референдума? Наша задача была, чтобы он был порядок. Понятно. Дальше, что вы еще знаете о перевозке групп людей на подготовку? Несколько дней назад, а еще, еще, вот, в старшем группе у них встал Сергей Электричко. Как вы это узнали, где и при каких обстоятельствах? Это когда они приехали. Когда они приехали, когда посылали, отправляли нам себе третя. Когда вы их отправляли? Ну, получается, если мне не на 100-го приехали, отправили, у 8-го, наверное. Не важно. Как вы узнали о том, что Сергей Электричко, это фамилия или что это? Нет, нет, это он не держит магазин электричества. Где? Война, в зоне. Он тоже отправлялся на обучение? Да, 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 он тоже был на обучении, он стал старшим группой. Уже через некоторое время я узнал, что они опять уехали туда же. Кто они? Ну, в этой группе, вернее, уехала небольшая часть. Но у Дима, мой знакомый, уехал, как точно. Я не знаю, сколько там уехал, потому что там уже без нас командовал чисто с Сергеей Электричко. Они уехали. Понятно. Дальше. Какую-то еще деятельность вы ввели? Да. Ко мне была просьба заврать человека с села Ковское. Просьба от кого? Димы Бережного. С села Ковского перевести на село Марков. Вам говорили, с какой целью, кого и куда вы переводите? Выразился так. Турист. Вы этого человека не знали? Я этого человека не знаю. Я реально не знаю. Я с ними даже не разговаривал. Отъехал, открылась дверь. Вот все, вы поехали. Приехали в Марков, открылась дверь, вышел все. Стало спасибо, пошел. И пошел в Диме Бережного машину, куда он дальше по его среде ставил. Понятно. Дальше. Какую еще вы вели деятельность? На выборах президента, на выборах президента, я с меня познакомили и с девушкой, объезжали участки русского выбора начальника и фотографировали уроны. С какой целью? С целью, с целью, явно показать, как проходили выборы президента Украины в Минской области. Что явно показать? Количество, что народ не хочет ориентировать. Кто вам поставил такую задачу? Нет, мы сами, это решение сами. С кем? Эту девочку нашел Юра, который с камера, ну Юра, эту девочку, которая снимала камеру, нашел Юра. С кем вы сами приняли это решение? С Юрой, с Димой. Мы сами-то приняли решение. И эта девочка должна была снять и скинуть в интернет, куда-нибудь снять. С кем из сотрудников внутренних дел вы знакомы, общаетесь? С кем еще вы поддерживали отношения? С Марвуном Олегом Валерьевичем. Какие должности он занимал? Был начальник милиции города Новозовска. Потом стал начальником милиции города Новозовска. О чем он вас просил? Он мне просил, чтобы я его познакомил с местными сепаратистами. Я познакомил. О чем-то еще он вас просил? Нет. С кем еще конкретно вы его знакомили? С кем-то я выступал. Я его знакомил с человеком по имени Сибирь. Откуда вы знали этого человека? Байкер. Либо в компании было несколько раз. Я знал, что он тоже при химии ГНР. Я с ними и так сильно не пересекался. Тем не морюковские. С ними не это самое. Понятно. С кем еще знакомили? Еще знакомил с Чеченом и... Чечен это кто? Ну, якобы... Как мне представляется? Своими словами напишите. Слово выдело. Ну, чем он занимался? Почему с ним? Комендант Мариуполя. Комендант Мариуполя в составе ДНР? Да. С ним знакомил. И еще знакомил с Сарусичем. Кто это? Поподробнее. Денис Сарусич. Ну, я их тоже... Ну, это тоже... Это верхушка ДНР, вроде Мариуполя. Я их близко не знаю вообще. С Чеченом вообще не общался. Как, ну, привет-привет. А с Сарусичем тогда разговаривал, о том, что поймем. Чечен это национальность или кличка? Ну, кличка, я не знаю. Называется Чечен. Вы понимаете, что ваша деятельность содействовала террористической группировке, ДНР, которая называется? Я знаю, и расстраиваюсь. Что вы помогали готовить бойцов, которые совершают нападения на воинские части, на сотрудников милиции? Понимаю, расстраиваюсь. А вы знаете, что сделали с начальником милиции Донецка и Луганска? Нет. С начальником милиции Донецка, я не знаю. А Луганска, может быть, знает.